всем привет на связи гончаров в этом видео я хочу сделать разбор полетов сайта мясохаляль.ру меня попросили указать на какие-либо ошибки которые присутствуют на сайте и дать вообще общую оценку по сайту я решил что я сделаю только технический разбор по техническим моментам да что где не так что нужно поправить и не буду касаться маркетинговой составляющей сайта давайте приступим сайт состоит из четырех страниц это видим в меню до главное мясо доставка нас страницы я посмотрел они не длинные то есть каждая страничка то фактически api один экран да то есть первый экран только прокрутки здесь нет и сразу же бросил с глаза у меня монитор 24 диагональ и здесь вот белый кусок страницы да то есть тут что-то не так видимо с отступами надо посмотреть почему так получается и сделать страницу на всю высоту экрана чтобы вне зависимости от размера экрана фон растягивался от и до от начала и до конца это во первых во вторых сразу же бросилась в глаза разнородность шрифтов меню у нас сделано одним шрифтом мясо халяль это видимо часть логотипа другим здесь третьим здесь четвертом давайте проверим меню у нас сделано шрифтом тахома вообще стандартный шрифт дальше логотип у нас сделан шрифтом антик гидо гидон дальше вот это слово для заказа обращаться по номеру словосочетания archivo нару и телефон у нас тоже скорее сюда вот этим же шрифтом почему выглядит текст и цифры по-разному но шрифт одинаковый потому что данный шрифт не поддерживает кириллицу если он не поддерживают кириллицу то все шрифты кириллические они будут выводиться вот таким шрифтом засечками то есть это стандартный шрифт в браузере который выводится если нет поддержки шрифта до скрылица не поддерживает шрифт будет выводиться вот такой шрифт соответственно цифры они ну как сказать они же не присутствуют кириллице шрифты есть во всех цифр есть во всех шрифтах поэтому они отрабатывают корректно этот шрифт поэтому они отличаются что я хотел бы посоветовать привести шрифты к единому стандарту то есть к единому какому-то одному шрифту если здесь используется шрифт например тахома то пусть он везде будет тахома либо робота либо монсеррат там полно бесплатных шрифтов кугловских можно спокойно их использовать что еще так это у нас логотип это тоже логотип с логотипа нужно делать ссылки на главную страницу потому что у людей есть привычка щелкать по логотипу зная что логотип их уведет на главную страницу то есть это самый простой вариант здесь даже можно было бы не делать там ссылку на главную страницу принципе да если ссылок как бы мало да то может принципе сделать и ссылку на главную можно не делать но на логотипе обязательно должна быть ссылкой на главную страницу дальше значок instagram он немножко как-то непропорционально смотрится то здесь логотип один мясо другой instagram чуть поменьше да то есть мы здесь выставляем приоритеты на что на мясо на логотип или на instagram то есть мы же не рекламируем instagram нам нужно чтобы люди обратили внимание на нашу продукцию то есть это у нас все-таки мясо поэтому значок instagram а либо убрать в подвал куда-то либо вот сюда к меню наверх то здесь это принципе не желательный элемент наводим на него нажимаем проверим как она открывается и мы видим что нас выбросила на учетную запись instagram что это означает это означает что клиент потерян и он ушел с нашего сайта понятно что мы можем его зацепить еще в инстаграме да здесь есть телефон ссылка на ватсап тоже какие-то описания но у нас же ведь не стоит задача использовать сайт для продвижения инстаграм то скорее всего наоборот должно быть то есть инстаграм должен как-то отрабатывать плюс он должен ввести на сайт но это не обязательно что тут с инстаграма принципе на сайт увести можно только через ссылку кликабельную она одна здесь был выбран для ссылки именно ватсап то есть здесь есть как бы с адрес сайта да но он не кликабелен этого нужно копировать телефон это неудобно в общем люди не будут инстаграма возвращаться на сайт поэтому здесь нужно как сделать сделать открытие инстаграма в новой вкладке то чтобы он открывался дополнительно и клиент оставался на сайте то есть он захочет сможет перейти до примеру то есть так нажать через control вот так должен открываться то есть он захотел посмотрел захотел тут же вернулся на сайт дальше что касательно телефона он должен быть кликабельный я на него нажимаю мышкой да он не является ссылкой то есть он является текстом нужно чтобы он являлся ссылкой при клике он должен вызывать номер телефона если это с мобильника и сразу же на наборник чтобы клиенту не надо было запоминает либо копировать номер вставлять вот самому набирать и звонить так принципе по главной все фон принципе нормальный он затемненный информацию на нем хорошо видно плюс еще здесь есть у меню фон он мало заметен да но он есть там его нужно скорее всего убрать то есть тут это не смотрится и как-то немножко какая-то тень то есть надо убрать его оставить чисто ссылки на пункты снова страниц так тут я все рассказал конечно я бы здесь немножко по-другому сделал но мы это сейчас рассматривать не будем дальше переходим на страницу мясо и сразу же обращаю внимание обратите внимание свое внимание вот на эти вот отступы до графически вот они сделаны таким образом здесь понятно опять это белая полоса от нее надо избавляться вот здесь они разные здесь немножко высота этого маска до графического элемента низкая здесь высокая обратите внимание на главный видите скачет и верхняя нижняя то есть нужно выставить одинаковые их размеры чтобы они полностью были идентичны иначе при переходе на странице они здесь еще ниже стало то есть тут это заметно при переключении а нас то есть она все скачет гуляет так не должно быть должно быть все единообразно одинаковые размеры цвета расположение из этого скачет вообще все и меню скачет и содержимое скачет поэтому обратите на это пожалуйста внимание дальше прайс-лист здесь принципе более-менее все уже аккуратно выглядит инстаграм значок опять же уже опять другой здесь заливка идет внутри значок крупный здесь значок уже мелкий и заливка вообще круглые больше значка становится при наведении ты значок нужно тоже сделать однообразным иначе это некрасиво дальше прайс-лист тут у нас еще шрифт другой да то есть во-первых h2 элемент у нас должен быть главный заголовок на странице формате h1 то есть не он должен быть заключен в тег h1 это главный заголовок на странице дальше же идут h2 h3 и так далее здесь шрифт лобстер то есть на второй странице еще у нас добавляется 4 шрифт это неправильно соответственно здесь тоже шрифт лобстер здесь также да нужно что-то менять то сделать какой-то один шрифт на всем сайте с разным начертанием допустим жирный нормальный тонкий там очень жирный допустим у шрифта робота есть чуть ли не 10-12 стилей использования то есть обратите внимание на данный шрифт он неплохой практически универсальный дальше что здесь у нас еще виде мясо картинки может сказать никакие то есть тут я не вижу продукцию то есть не увеличить ничего не сделать здесь можно либо надо сделать клик по иконке чтобы мясо увеличилось либо переделать этот блок возможно не в таком виде возможно сделать картинку побольше снизу название цена это тоже можно сделать так же 3 3 здесь 3 здесь две колонки здесь сделать отступы побольше специально предложение нужно как-то выделяться то есть его можно сделать покрупнее и пониже то есть этот блок опустить пониже здесь слишком мелкий шрифт я так думаю что 15 наверно даже меньше а нет 16 данным отзывет крупнее 1718 это не шрифт как бы сказать для чтения дата здесь нет абзацев нет какой-то статьи материала поэтому здесь можно принципе его сделать крупнее так как вот тут больше как бы сайт визитка чтоб наподобие промо сайта то есть мы про свою продукцию показываем здесь можно все-таки текста небольшие сделать крупнее дальше идем здесь у нас что на специальное предложение тут вообще шрифт какой-то другой да это тоже стандартный шрифт непонятно надо менять шрифты дальше здесь телефон не кликабельные и он еще больше стал чем на главный то есть тут нужно что-то менять именно со шрифтами приводить к единым размером опять же здесь вот вижу h2 шрифт h2 здесь у нас h3 так так то есть здесь в принципе ладно это нормально если у нас not h1 у нас нет элемента должен быть h1 h2 h3 потом возможно h2 но здесь нет как сказать текста да здесь чисто заголовки поэтому эти заголовки можем было бы сделать даже не h2 там h3 а просто в дифф или абзацами здесь не принципиально настолько главный заголовок h1 он должен был быть то есть прайс-лист ну хорошо прайс-лист пусть будет h1 иначе поисковой системы не поймут о чем странице и неправильно это интерпретирует то есть лучше здесь сделать это все видим h1 и ну и все остальное можно было сделать дивами либо абзацами так тут я все принципе сказал и побольше конечно здесь место но раз здесь суть такая что мы размещаем информацию на экране да на одном то есть у нас нет прокрутки мы все это делаем просто как один экран то здесь конечно размерами будет тяжело информации много точнее с размерами а с отступами и сильно много отступов не сделать иначе но будет прокрутка тут либо сделать прокрутку все-таки оставить чтобы странице немножко прокручивалась вниз и не пихать вот так в кучу либо нужно здесь уменьшать размеры телефона размер вот этого заголовка instagram опускать сюда вниз то есть как-то так но если переделают прайс-лист делать изображение крупнее то прокрутка все равно появится здесь не получится все уместить на одном экране в этом нет ничего страшного можно так сделать и поэтому обратите на это внимание и не зацикливайтесь именно на одном экране на экране можно взять небольшую информацию чтобы прокрутки не было да когда много ее то лучше не пихать а сделать нормальную полноценную страницу по поводу меню вот так же тот фон лучше убрать не нужно вот так делать в принципе здесь у меня на все дальше страница доставка опять значок instagram опять здесь уже обратить внимание поменялся шрифт в меню то здесь он прямой без засечек здесь он уже с засечками здесь уже другой шрифтом был the home а здесь у нас уже робота слаб то есть у нас уже пошел 6 шрифт на сайте когда допустимо два шрифта максимум больше нельзя ну как бы нежелательно первых это подгружаются шрифты долго это нагрузка на сайт и неправильно это делать так здесь тоже самое это не кликабельно ну и шрифты опять же да то есть принципе здесь нужно поработать опять же с отступами здесь у нас большой отступ здесь у нас он меньше тут вообще отступа нет нам сказать да то есть нужно все привести к единому стандарту все скачет все прыгает и это бросается очень сильно в глаза заголовок доставка у нас опять h2 то есть не h1 здесь h2 и телефон h2 ну вот эти элементы не надо делать элементами заголовка здесь лучше сделать просто текст ну как сказать абзац до либо div элемент идем дальше страница у нас ну здесь принципе то же самое что и доставка не похожи да можно сказать одни и те же страницы но опять же здесь уже шрифт меня опять поменялся на таком то есть тоже все скачет плюс эти отступы плюс это белая полоса все здесь нужно менять приводить к единому стилю так давайте посмотрим что у нас здесь по мобильности перейдем на главную страницу опять белая полоса неровные вот эти вот графические элементы меня у нас в принципе раскрывается да так у нас она здесь коричневый здесь у нас значок зеленый ладно хорошо здесь у нас отступы принципе можно было сделать немножко поменьше между ними так логотип не пиками название не кликабельная логотип у нас вот это тут почему-то внизу он должен быть по идее наверху нет у нас логотипа вот этого где он вот он мобильной версии почему-то его не стало кнопка заказать появилась вместо телефона она у нас кликабельная но здесь при нажатии почему-то красный шрифт так не должно быть то есть это слишком вызывающий получается и но не вписывается в цветовую концепцию сайта то здесь у нас мягкие тона здесь просто яркий это шрифт красный нужно как-то соблюдать правила цвета и не делать сильно резкие переходы опять же здесь это вот фон меню убрать надо мясо инстаграм так наши с перекинуть опять на инстаграм и у нас тут никакого текста вообще не то есть текст все равно какой-то должен быть но можно либо с вот этой десктопной версии что-то здесь тоже добавить плюс для заказа обращаться по номеру здесь написано на мобильном у нас здесь этого просто нет то есть на это тоже нужно обратить внимание дальше переходим на мясо здесь у нас меню уже зеленое при открытие она становится серым то здесь вообще все отличается опять же как здесь до при нажатии на зеленое с белыми на мясе это уже у нас зеленое с зелеными светло при нажать это серый с белыми то есть туда не винегрет такой у нас получается в меню вот эта кнопка нужно обязательно привести к единому стандарту прайс ли здесь у нас причит появляется логотип вдруг откуда ни возьмись здесь его нет на мобильной версии он появляется опять не однообразности здесь у нас пошло мясо стало видно вот такие размеры нужно сделать на основной версии сайта чтобы вот они здесь было хорошо видно на мобильные как раз таки можно сделать и поменьше так здесь у нас есть еще планшетная версия да где-то вот тогда например отступы очень большие нужно это все поднимать повыше так и не понятно вот немножко да то есть если картинка до названия цена носить человек немножко пролистает может не запомнить что там была картинка и вот уже непонятно что здесь у нас 400 рублей это цена вот этого либо это вот этого то есть он может тут здесь уже запутаться то есть мясо на ребрах 280 рублей тут принципе я вижу кость что-то ребро ну то есть непонятно нужную информацию немножко компоновать то есть если эта картинка это филе это ее цена то поднять это все повыше здесь убрать вот здесь убрать побольше здесь после черты сделать отступ побольше то есть придать целостность продукции иначе это смотрится очень все растянуто и непонятно здесь тоже сделать отступ здесь у нас специальное предложение подчеркнуто здесь она не подчеркнуто так здесь вообще чуть непонятно было тут почему то вот так тоже вот это вот неясно тоже посмотреть размеры именно на планшетной версии почему так здесь только два пункта на понятно почему 2 потому что тут то размеры просто очень огромные и остальные пункты куда-то просто ушли размер шрифта 97 но это что-то вообще что-то с чем-то так нельзя делать очень крупный тут шрифт здесь очень мелкий да здесь также 16 осталось плюс отступов нет делать больше воздуха кнопка заказать но это уже на прошлой странице был опять у нас логотип зачем два раза логотип делать на странице это немножко непонятно здесь не кликабельный телефон здесь у нас для заказа то есть очень скомканно нужно разделять блоки подступами чтобы пользователь мог переключаться по смыслу за блока к блока тут получается такая идет на него нагрузка информационно что все подряд так давайте дальше перейдем немножко увеличим чтобы у нас меню появилась так на доставку здесь у нас получается так ну ка вернем сюда здесь у нас значок инстаграма вообще нет на доставке он снова появляется то есть он здесь по центру меня у нас тут уже совсем другого цвета да то есть не зеленые не серые это прозрачный полупрозрачная красная не красная темно-коричневая и опять же шрифт меню уже снова другой заголовок здесь уже меньше был больше вот здесь где мясо если не ошибаюсь а здесь заголовка вообще нет здесь прайс ли сразу идет текст кнопка мы работаем и все телефону здесь она здесь кнопка да то есть вот так то здесь тоже нужно работать со шрифтами шрифты гуляют и разные здесь кнопка меню у нас опять уже внизу и опять другого цвета у нас кнопка просто меняет настроение от страницы к странице заголовок а нас ну и так далее да здесь в принципе все то же самое проблема в отступах шрифтах и так давайте подведем итог по разбору данного сайта идея хорошая продукт очень качественный да то есть мясо она здесь посмотреть на продукцию она яркая сочная дату из данную направлении можно очень красиво оформить так как мясо красная да сам по себе то сочная вкус и да это обычно делается все красиво фон и здесь вот здесь обратили внимание пока мы пролистывали здесь на каждой странице есть свой фон там мясо на доске да то есть это выглядит аппетитно все красиво нужно поработать именно с со шрифтами с цветовым оформлением так как здесь меню везде разная мобильная на все кнопки разные здесь что еще шрифты я насчитал порядка шести шрифтов на сайте так быть не должно шрифты нужно привести к единому какому-то одному шрифту максимум дум вот отступа между блоками обязательно нужно делать побольше я не должны быть везде одинаковые то есть если у вас между блоками идет 100 пикселей то делать это везде 100 пикселей вот эти вот отступы на компьютер на версии да на разных экранах здесь получается белая полоса убрать к единому стилю привести вот эти вот графические элементы меню отступы меню чтобы были одинаковые кликабельные телефоны сделать обязательно иначе клиент не сможет больше действий для него чтобы вам позвонить с мобильного есть кнопки да опять же кнопки надо тоже как-то сделать поаккуратнее они сейчас выглядят но не очень конечно красиво если мы сделаем мобильный вид до кнопка на всю ширину во первых во вторых здесь отступ здесь отступа нет на это надо обратить внимание то сделать кнопку поменьше и выровнять ее по центру принципе вот так вот все здесь немножко печально но идея хорошая сайт интересным в плане информации до в плане продукта но здесь еще нужно добавить какой-то текст описание потому что текста практически нет вас поисковой системы не будут искать по картинкам и по номеру телефона нужно делать какое-то описание создавать уникальное торговое предложение для первого экрана немножко описание продукта указать свои преимущества что у вас чем вы отличаетесь от других ну и так далее так далее я бы на вашем месте бы сделал вообще одностраничный сайт то есть информации не так много и она фактически дублируются то есть номер телефона специальное предложение для заказа обращайтесь по номеру это все можно сделать на одной странице прайс-лист доставку это все принципе блоки одной страницы то есть можно сделать одностраничник и не мучиться то есть все уместить на главной странице и там бы пролистывание то есть будет один логотип меню меню может сделать якорями чтобы она делала перемещение пост внутри одной страницы и таким образом сайт будет уже немножко но иметь вид вот эти фоны которые есть на разных страницах да можно сделать на одной странице каким образом то есть первый экран у нас будут этот стол салфеткой да с приборами столовыми дальше у нас будет белый экран например на сколько информации после белого экрана сделать снова фон темный вот виде допустим какого-нибудь вот этого мяса до либо вот здесь и там какую-то информацию то есть чередовать информационные блоки фонами да то есть сначала картинка потом нет картинки белый фон потом снова картинка и это придаст вот этому лендингу до который носит делать одностраничник какую-то структуру и приятный вид и клиенту не надо перемещаться между вкладками ждать загрузки страницы чтобы посмотреть там мясо либо условия доставки либо вас это все нужно сделать на одной странице надеюсь я вам помог с разбором данного сайта здесь нужно по хорошему все переделать по-хорошему да то есть сделать одностраничник и учтите вот эти все моменты которые я рассказал ранее у меня это все подписывайтесь на мой канал ставьте лайки отмечайте колокольчик чтобы узнавать выходе свежих видео и в комментариях пишите свое мнение оставляйте ссылки на ваши сайты постараюсь сделать разбор и по ним дать какой-то дельный совет и тем самым помочь вам у меня на этом все пока пока